Доктор Форрест, дайл 118, пожалуйста. Корыстный медицинский центр. Нет, миссис Бенгер, мы не хотим почку обратно. Мы просто хотим, чтобы вы за нее заплатили. Мистер Милон, постарайтесь понять, банкротство еще не конец света. Это просто конец вашего кредита. Нет, мистер Симпсон, я не пытаюсь вызвать у вас еще один сердечный приступ. В чем смысл? Вы еще не расплатились за предыдущий... Мистер Мэнсон, вы можете быть несогласны со своим диагнозом, но не со счетом. Вы не понимаете, операция была успешной. Это вы провалились. О, я боюсь, что вы не подходите для данного платежного плана. Потому что вы не проживете так долго. И наш первый клиент, Дороти Велкин, 29 лет. У нее... Погоди. Как долго ты у нас? Это мой первый день. Ну, держи свои уши и глаза открытыми, может, чему и научишься. Первый и самый важный вопрос к любому пациенту, это... Есть ли у вас страховка? Скажи это. У вас есть страховка? Молодчина. Итак, есть. У Мисс Велкин... Нет страховки. Замечательно. Отправь ее в больницу. Она уже здесь. Не в нашу больницу. А, понятно. Кто следующий? Джордж Карсон. И у него есть страховка. И как она? Похоже, полная. Великолепно. Не слишком туго? Нет, но немного чешется. Ничего, это лечится. Как вам вторник для проведения колоноскопии? Для чего? Колоноскопии. Я просто пришел перебинтоваться. И мы это сделали. Вам больше 20, я прав? Да. Отличное время, чтобы начать проникать через заднюю дверь. Я и в самом деле считаю, что в этом нет необходимости. Необходимость. Конечно, это необходимо. И чтобы быть уверенными, проведем пару тестов. Запиши мистера Карсона на полный физосмотр. Анализы крови, общий носакор, ну и, конечно, колоноскопии. Подождите, я не... Эй, ты хочешь дожить до 30? Да. Тогда увидимся на следующей неделе. Давай. Вот так. Приятно повидаться. Хорошего дня. Дзиндзин. Вы действительно хотите назначить все эти тесты? Первая вещь, которую тебе стоит понять в нашем бизнесе, то, что это бизнес. Мы продаем продукт, мы получаем прибыль. Не нравится? Езжай в Канаду. Привет! Как вы сегодня? Мисс Синклер, что вас привело к нам? Я себя проверила. Мне кажется, я почти уверена, что страдают клинической депрессией и приступов паники. И что заставило вас так думать? Я видела это в рекламе. А, ну тогда это точно правда. О, я так и думала. Там говорилось, что все начинается с того, что тебе кажется, будто твоя жизнь не имеет смысла. И вы, конечно, нервничаете на вечеринках. Да, это тоже есть. Так я и говорю. Вот что, почему бы вам не попробовать это? Ой, это на обед. А это для депрессии. Тут написано, что она может усилить суицидальные наклонности. Да, не обращайте внимания. Да, хорошо. Да, но... Мне не стоит беспокоиться? Беспокоиться? Нет. Шдаки на этой стадии все равно себя убивают. А это... Нет. А это... Нет. Вот это для чувства тревоги. Здесь говорится, что оно вызывает неврозы, диарея и паранойя. Не забудьте принять первую вечеринку. Не стоит волноваться из-за побочных эффектов. Если у вас проявится что-то после первого применения, мы просто пропишем вам еще лекарства. О, это довольно умно. Мы тоже так думаем. Спасибо, доктор. С удовольствием. Дзынь-дзынь. А что насчет привыкания? Дарь, который продолжает отдавать. Здрасте. Ну, конечно. Доктор Роунсон, я не один был правил колледжа. Знаете что? Раз вам не избежать этой процедуры, то после ампутации одной ноги мы ампутируем вторую за полцены. Я знаю! Это отличная сделка. Да нет, я с радостью сделаю это. Я поговорю об этом днем. И вот что, тогда Соня закончит, у меня есть Шурин, который торгует инвалидными колясками. И он предоставит шикарную цену для шикарной поездки. Да! Поверьте, вы даже не будете скучать по своим ногам. Без проблем. Всего хорошего. Шурин, подкрасывает время от времени. Это правильное время? Да. 7 минут? Надо пошевеливаться. Потому что время это деньги? Именно. Скоро мы сделаем из тебя профессионал медицины. Мистер Хилл, по-моему, вы не понимаете. Если вы не пройдете тесты, мы не сможем усидеть за распространением вашей опухоли. Две недели назад вы сказали, что моя стадия неизлечима? Да. Она изменилась? Нет. Тогда неважно, распространилась ли опухоль или нет. Ну, технически говоря, это неважно. Но ваша страховая компания все равно все оплатит. Вы просто невозможны, знаете? Я в шаге от смерти, а вы относитесь ко мне так, будто я в плохой спортивной форме. И только и хотите направить меня на кучу бессмысленных тестов. Мистер Хилл, вы воспринимаете себя слишком лично. Лично? Само собой я воспринимаю это лично. Я же личность, господи боже. Это аргумент. А что если доктор Кэш ошибается? Доктор Кэш уверенная позиция, без вопросов. Но он всего лишь человек. Что если он совершил ошибку, заявив, что ваша опухоль неизлечима? Никто не идеален. Предоставьте себе лучик надежды. Я пройду тесты. Вы приняли хорошее решение. Зинь-зинь! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ваше здоровье – наш бизнес.